Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Избирательная комиссия США, Электоральный колледж, подтвердила выигрыш в президентских выборах Джо Байдена. И я знаю, многие из нашей русскоязычной аудитории остались недовольны таким результатом. В этом видео я хочу рассказать, как происходят выборы в США и что каждый голос тут имеет значение, вы можете на них, может быть, повлиять. Сразу хочу заметить, что принимать участие в любых выборах в США, независимо от президентских или местных, могут только граждане Соединенных Штатов. У нас канал для иммигрантов, и очевидно, что многие, кто его смотрят, у них нет гражданства США. Значит, вы не можете голосовать, но вы можете участвовать в диалоге. Например, кто-то проходит процесс иммиграции на основании брака, супруг, супруга, граждане. Если они не хотят голосовать, вы можете показать всю ценность этого процесса. Или вы уже живете в США в ожидании своих иммиграционных документов, у вас тут есть друзья, знакомые, которые не хотят голосовать. Вы тоже можете вести этот диалог. Участвовать в диалоге не запрещено. И особенно сейчас в последних президентских выборах, когда были между Трампом и Байденом, у каждого очень радикально противоположная иммиграционная политика. Очень много людей, которые находятся в иммиграционном процессе, они говорили своим друзьям, знакомым, родственникам, подумайте о нас, когда вы будете голосовать. Ну, то есть, вы можете это делать, несмотря на то, что сами вы не можете пойти проголосовать. И опять, тоже такой важный момент, вы можете людям говорить, мотивировать их, что голосовать это важно, но вы не можете им говорить, за кого голосовать. Этого делать нельзя. В США тайна голосования, и это не пустые слова, к этому здесь относятся серьезно. Президентские выборы. Это в ноябре, когда голосует вся страна. Но до них надо еще дойти. Что значит до них надо дойти? Что надо голосовать в местных выборах. Это очень-очень важно. Как голосовать в местных выборах? Прежде всего, человек должен зарегистрироваться для голосования. Он не может просто так явиться и проголосовать. Зарегистрироваться можно при получении, при продлении водительских прав. Также просто послать регистрацию в департамент штата, в том штате, где вы или кто будет голосовать живете. И много разных других государственных организаций, где можно зарегистрироваться для выборов. И тут тоже будьте осторожны. Если у вас нет права голосовать, то есть у вас нет гражданства США, когда в этих организациях вы приходите, чтобы получить, продлить еще какие-то документы, там есть вопрос, хотите ли вы, чтобы вас зарегистрировали для голосования в США. Будьте аккуратны. Ни в коем случае нельзя говорить да. Это большая ошибка. Я знаю, некоторые люди пишут да, потому что они не имеют в виду, что они сегодня будут голосовать. Они думают, что это значит когда-то в будущем, когда они получат документы. Но тут это так не работает. Когда вы отвечаете да, это значит, что вы фактически представляете, что у вас есть гражданство в США. То есть если у вас нет этого гражданства США, вы не можете регистрироваться. Если же оно есть, или если кто-то из ваших знакомых хочет проголосовать, и у него есть это право, но не знает, как делать, то первое, с чего следует начать, это регистрация. Зарегистрировались, голосовать. Второй этап. Голосование в местных выборах. То есть надо посмотреть, когда проходят местные выборы. Что такое местные выборы. Помимо федеральных выборов в США существуют выборы в правительство штатов, в правительство города и даже в правительство какого-то региона, округа. То есть посмотрите, где, когда проходят какие выборы, какие кандидаты представлены. И если федеральные выборы, выборы президента, голосует вся страна, и может выберут кандидата, который вам нравится, может нет, и даже независимо какого кандидата выберут, может быть это отразится на вашей ежедневной жизни, может нет, то ваш голос и люди, которых вы выбираете на локальном уровне, они будут иметь прямое влияние на вашу жизнь. Что это значит? Когда вы голосуете в выборах на уровне города, это те люди, которые будут потом нанимать на работу начальника полиции, начальника пожарной организации и прочего. То есть это непосредственно может повлиять на вашу жизнь, на жизнь вашего окружения и также ваш голос. Я не хочу сказать, что он больше весит, чем в федеральных выборах, но просто из-за количества голосующих, если вы голосуете на местном уровне, ваш голос, он один из не такого большого количества, как если мы говорим о голосовании по всей стране. Первое зарегистрировались, второе поставили на календарь, когда, где, какие выборы проходят. Третье. Третье. Изучите кандидатов, за кого вы хотите голосовать. Очень часто люди говорят, я не хочу голосовать, я в следующий раз уже не пойду, потому что представители власти, они не представляют мои интересы, я не хочу с ними ничего общего иметь. Так, если вы не голосуете, конечно, в результате вы не можете ожидать, что эти люди будут представлять ваши интересы. Они представляют интересы тех, кто за них проголосовал. Тоже хочу заметить, что наша русскоязычная община, она не очень активна политически в США. Хотя люди тут живут много-много лет, платят налоги, являются хорошими резидентами. Ну, почему-то все равно они, может быть, немножко чувствуют себя как в гостях. Если сравнивать, например, с испаноязычной общиной или другими, люди действительно идут, голосуют, чтобы заявить о своих правах, что они тут живут, у них есть определенные права. Вот, поэтому изучите кандидатов. Кандидатов вы можете как сами изучить. Также во время предвыборной кампании очень много происходит разных событий, барбекю, концертов, где вы можете прийти, вам расскажут про кандидатов. То есть даже не надо на это тратить очень много-много времени. Ну и краткое подведение итогов. Что надо сделать в США, чтобы иметь возможность голосовать после того, как вы получили гражданство? Это зарегистрироваться, поставить себе на календарь, когда, где проходят какие выборы, изучить кандидатов и решить, за кого вы будете голосовать и в конечном итоге проголосовать. Повторяю, голосовать тем, у кого есть на это право. Если же у вас нет права, но у вас ваш супруг, супруга, граждане США, ваши друзья, знакомые, вы можете участвовать в диалоге, вы им не можете говорить, за кого голосовать. Ну, вы можете вести образовательную работу. Тоже, как я сказала, изучить кандидатов. Не у каждого есть время сидеть, кого-то изучать. То есть, если у вас есть какая-то информация, вы ей можете делиться, конечно, в хороших целях. Чем больше людей будут голосовать, тем больше ваша местная община, представители вашей местной общины, они будут представлять ваши интересы, а не кого-то другого. Всем удачи! Если нужна будет помощь в иммиграции в США, обращайтесь. Интересуетесь иммиграцией в США? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Для получения актуальной, своевременной и, главное, полезной информации. Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok